Ну что ж, доброе утро, дорогие телезрители! У нас уже в студии гости и в связи с чем мы позвали? С 1 по 12 марта 2023 года во Дворце спорта впервые в истории Кыргызстана состоялся первый азиатско-тихоокеанский сурдо-чемпионат на патэквондо. Джудо, греко-римской и вольной борьбе состоится с 1 по 12 марта. Мы рады приветствовать в нашей студии заслуженного тренера по тэквондо Дмитрия Пономарева и Акопиан Арама. Здравствуйте! Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, о чемпионате, как он вообще пройдет, а как-то получилось, что он впервые у нас проходит? Чемпионат Азии среди сурдо-спортсменов мы проводим действительно впервые. Так получилось, что наша страна подала заявку на проведение этого мероприятия. И благодаря нашим, скорее всего, результатам, нашему движению, этот чемпионат согласились провести здесь у нас в Кыргызстане. Насколько вообще развит этот спорт среди сурдо-чемпионов? Сурдо-движение спортивное, оно достаточно хорошо развивается. Несколько видов спорта у нас сейчас это тэквондо, дзюдо, вольная борьба, греко-римская борьба, футбол, легкая атлетика. Еще есть волейбол, стрельба, плавание, плавание. То есть много сурдо-спортсменов, много видов спорта, направлений. Все ребята занимаются и очень активно развивают каждый вид спорта. Мы уже представляем Кыргызстан на международной арене, на мировой арене, в сурдо-олимпийских играх участвуем. И даже можно похвастаться результатами. Прекрасно. Предоставляю слово следующему нашему гостю. Хочу его представить. Дорогие зрители, в гостях у нас Арам Акапьян, президент организации спортивного движения в Глухих Тургызской Республике. Добро пожаловать еще раз. Доброе утро. Хочется уточнить, как вы попали в спорт и сейчас являетесь президентом этого спортивного движения? Федерация обрадовала в 2007 году. Впервые я выступил в чемпионат мира по грехлимской борьбе в Армении. Тогда я там встретился, в Международный Олимпийский комитет глухих, познакомился. Они попросили, чтобы развиваться Кыргызстан среди глухих, подпорта, разный вид подпорта. У меня была идея, если хотелось поднять уровень Кыргызстана спортсменов для детей глухих. У нас, видите, ничего не было. Вот поэтому в 2007 году мы открыли Федерацию спорта глухих. Потом встретился Федерация спорта по борьбе, государственные госагентства, МЕРИ, ДУШОРа. Потом с тренером встретили, познакомились. И мы так потихоньку развиваемся в спорте. В 2009 году мы впервые ездили в Тайвань, в Тайпень. Там была Олимпиада глухих. Я впервые выступал, сам один выступал. И выиграл бронзовый медал Олимпиады. И вот ребята увидели и начали хотеть выступать по видам клуба. И вот потихоньку мы развиваемся в Тайквондо, Дудо, Барба. У Димы Пономарова и эти спортсмены, которые тренируются в Маглоном Адамат, он двукрасный, серебряный, бронзовый, да? Призер. Призер. И джудаисик, а на веку, ну, Гизич. Ну, много джумакадыров. Мадьяра тоже спортсмены. Молодой, перспективный, он старается. И вот они увидели и попросили провести в Москве Гизи впервые чемпионат Азии. Моя идея. Поговорили с директором госагентства, ДУШОРом. Согласили провести здесь первую из четырех чемпионат Азии, среди глухих. Потому что до этого нигде не проводили чемпионат Азии. Нигде. И мы решили в Кыргызстане. Как прекрасно вообще в первом мире чемпионат. Отлично. Значит, можно было представить вас как первого представителя этого спорта кыргызстанца. Да? Отлично. Я вот всегда в первом мире. Вперед, в первом, всегда бил у тебя. Вот мы, поэтому чемпионат Азии. В ближайший мир прекратите посмотреть, поболеть за нас. Обязательно. Конечно, стоит посетить и поболеть за нас. Отлично. Вообще, Дмитрий, хочется поговорить об этом спорте, о развитии. Как мы поняли, Арам был первым спортсменом, который вообще вступил в эту арену и представил достойно. Вообще, в 2009 году сразу с бронзой вернулся. А как обстоятельства было далее? Что было дальше? Как вообще все это развивалось, по крупинкам собиралось? Ну, я познакомился с Арамом Янниковичем где-то в 2015 году. Ко мне пришел Мавлонов Азамат. Мы начали с ним заниматься. Как бы до этого у меня не было опыта работы с сурдо-спортсменами, но хорошо так, что получилось, что Азамат немножко разговаривает. Он уже обучался в спецшколе и помимо жестов он еще знает, может разговаривать. И получилось, что он начал меня учить жестовому языку, я начал понимать их язык. И так у нас пошло общение. Причем Азамат, он начал довольно упорно заниматься. Оставался после тренировок, каждый день занимался, проявлял такое рвение к спорту. И поэтому у нас за два с половиной года мы смогли выехать на первые сурдолимпийские игры с ним. И пройдя четыре поединка, Мавлонов Азамат, он завоевал тоже бронзу, это по тэквондо. И вот с этого у нас пошло движение развития, именно в тэквондо. Ну, скорее всего, борьба и джудо там, может быть, еще были результаты чуть раньше даже, да. Это очень полезно и прекрасно, то, что вы делаете. А вот поделитесь нашими телезрителями, в чем успех вашей такой работы, коммуникации с детьми? Ну, скорее всего, это только упорный труд спортсмена и тренера. И их желание достичь цели. Желание, самое главное желание, потому что у нас же мало людей. Они тоже хотят, чтобы наравне, олимпийские, вот, поэтому ребята тоже приходят, очень много тренируются. Мы стараемся поднять Кыргызстану, перспектив, чудо-олимпийский комитет Кыргызстану. Прекрасно. Ну, у нас, Агеля, есть видеорелиз, да, федерация, поэтому давайте мы посмотрим его и после него вернемся и зададим все свои вопросы. Впервые в спортивной истории Кыргызстана пройдет первый азиатско-тихоокеанский сурда-чемпионат. Тайквондо, дзюдо, греко-римская борьба, вольная борьба. Участниками чемпионата станут более трехсот спортсменов из двенадцати стран. Соревнования пройдут со второго по одиннадцатая марта в городе Пешкек во дворце спорта имени Кабаулу Ходжонкула. Ну что ж, как мы и говорили, с первого по двенадцатое число освобождайте свои дни, освобождайте мероприятия, потому что будет проходить первый сурда-чемпионат в Азии, поэтому, я думаю, нам нужно посмотреть, поддержать, да, обязательно. И за эфиром мы даже успели обсудить то, что все-таки по четырем направлениям, да, идет чемпионат, и почему только по этим видам спорта. Резучемпионат Азии с ресурсов спортсменов будет проходить по четырем видам спорта, так как эти четыре вида спорта, они наиболее результативные. И здесь мы можем представить максимальное число спортсменов на весовые категории, на участие. И так как мы хотим претендовать на золото, естественно. Конечно. Отлично. Ну что ж, у меня такой вопрос. Если количество спортсменов позволяет участвовать на чемпионате, если вы примерно знаете, какое количество сейчас именно спортсменов будет выступать на этом чемпионате? Наших кыргызских спортсменов. Да. Из которых Азии выступают? Да. Из наших. Где-то 31 человека. Кто едет, тайквондо примерно 9 человек, борьба 10 человек, зудо 8 человек. Ну и плюс тренера там около 30-31 человек. А вот я уверена, они очень усердно готовятся к чемпионату, сейчас очень заряжены. А как вы мотивируете своих учеников, как вы наставляете их? Возможно, у вас есть свои приемы? Ну, это все в процессе занятий, в процессе тренировок, а не тяжело тренироваться. Конечно. Им надо много раз объяснять голову, потому что они же вообще глухие не слышат. И они, как сказать, надо много раз объяснять, вот это неправильно, вот это надо чувствовать в характере, надо не бояться. Ну, психологической подготовки спортсменов очень тяжело. И тем более, многие тренировки женщины не знают, и они стараются руками объясняться. И дети учатся, наоборот, тренировки женщины, и они... Да, чтобы коммуницироваться с людьми. Да, у нас получается взаимообучение. Мы учим их в виду спорта, они нас учат жестово общаться, и вот в таком фандеме у нас получается работа. Очень здорово. Вдохновляет, я думаю, их это результаты наших первопроходцев, так как, глядя на них, они получают эту мотивацию, они верят в себя, и видят, что границ нет, можно развиваться, можно выступать и завоевывать призовые места даже на сфердолимпийских играх. Я думаю, это лучшая мотивация. А сколько часов в день тренировки занимает? Ребята тренируются каждый день, по три часа. Ну, это вот Тайквондо, по три, а он в борьбе полтора-два часа, людо тоже самое. У футболиста два часа, в волейбол тоже. По-разному. Понимаете, слышите, да, вот когда кто-то говорит, они быстро воспринимают технику, понимают, что куда, направо, налево, захвата, ну, типа такой. Да. А отсюда надо показывать, подсказать поблизже, остановить, показывать, потому что это обязательно показывать. Иначе трамли может попасть, если неправильно технику показывать. Вот поэтому пока это жестью, пока это уже время. Там 30 секунд, один прием. Ну, короче. Действительно. Ну, пока еще объяснишь. У меня такой вопрос, кстати, когда вы сказали, что обучают тренера, которые тоже обучаются жестом, и это все проходит в таком процессе. До этого у меня был тоже такой вопрос. Как вообще дела обстоят с тренерами, достаточно ли их? И проходят ли они определенную подготовку или вообще лекцию, да, чтобы именно обучать таких детей, спортсменов? Ну, вот как получилось в тейквондо, все получилось спонтанно, случайно. Появился у нас такой спортсмен, и просто мы видим в каждом спортсмене потенциал, возможности, и подходим индивидуально. И я как бы тоже никогда не думал, что буду заниматься с сурдо-спортсменами. Ну, такая возможность выпала. Я стал с ними работать, то есть не стал такой момент упускать. И потом познакомились мы с Аравом Янниковичем, он руководитель. Он мне рассказал уже, как это движение развивается. Я уже заинтересовался. И начал заинтересовывать следующих тренеров, у кого есть такие спортсмены в группе. Они тоже поняли, что для них есть такие специальные соревнования. То есть и ребята получили шанс и возможность. Поэтому вот так заинтересовываем тренеров. Я думаю, кто сам хочет развиваться, то всегда будет и мотивация, и стремление развиваться. Неважно, в каком направлении. Конечно. Совершенство нет предела. И мне кажется, чем больше охватываешь сердце, тем лучше. А Дмитрий, у меня такой вопрос. Как подготовка к чемпионату? Все-таки впервые проходит в мире такой чемпионат. Насколько вы ее оцениваете? Готовы ли вы уже? Ну, быть готовым к любому старту, я думаю, что невозможно подготовиться именно к какому-то мероприятию. Это процесс многолетний. Кто-то у нас раньше пришел, кто-то позже пришел из спортсменов. И каждый сейчас находится на определенной стадии своей подготовки. То есть, конечно, мы усиленно готовимся. Усиленно ребята стараются не пропускать занятия, ежедневно тренироваться, чтобы максимально набрать форму для выступления к чемпионату. Поэтому каждый себя проявит именно на турнире. А готовиться мы продолжаем и к следующему, и к чемпионату мира, и к сурдо-лимпийским играм, и к сурдо-азиатским играм будем готовиться. То есть, это такая поэтапная подготовка к каждому соревнованию. Но мы, конечно, чувствуем... Опять, вот у Димы Пономарова есть трое профессионалов, четверо профессионалов, а еще молодые уже включили. Вот это молодые уже будут первый раз выступать в чемпионате. Запускай опыты набираешься. Ну, они стараются будут выиграть. Потому что недавно эти двое девчонки выиграли первое место в турнире. В Казахстане, в Казахстане, в Международный турнир. Вот позавчера турнир открыт, выступали первым, да, оба. Первые места занимают ребята. А смотрим, да, как будет. Это как раз воспитанники Мавлоново Азамата. Вот как раз вы задали вопрос насчет тренеров. Вот Мавлонов Азамат, он уже сам в интернате развивает группу молодых спортсменов, детей. Есть и старшие спортсмены. И вот как раз эти девочки, которые заняли на последнем турнире места, они как раз его уже воспитанницы. Ну, я думаю, будет приятно увидеть результат такого спортсмена. Естественно, мы вам желаем хорошо провести этот чемпионат успехов и продолжение вообще этих чемпионатов. Пусть это не останавливается. Ну, я думаю, мы дадим вам слово, и вы позовете наших гостей на это мероприятие. Да, вот со второго числа у нас будет начинаться тейквондо, потом продолжится дзюдо, вольная борьба, греко-римская борьба. Всех приглашаем на этот турнир. Приходите, посмотрите, поддержите наших киргизских спортсменов. Они выступают у себя дома, и наша общая поддержка должна им придать сил. Приходите, посмотрите, очень интересно поддерживать наших глухих спортсменов, поднять мотивацию, уровень. И мы хотим, чтобы вы поддержали нас, повалили. И заинтересовать, как это проводится глухие. Слышите постоянно, уже понятно, а вот глухие, посмотрите, интересно. Добро, пожалуйста. Первая история чемпионата Азии. Конечно. Все-таки историческое событие, дорогие телезрители, будет проходить с 1 по 12 марта. Ну, а я спешу представить наших гостей. В гостях у нас Дмитрий Пономарев, заслуженный тренер по ТФНДО, и Арама Копиан, президент организации спортивного движения «Глухих» в Кыргызской республике. Продолжение следует...